Всем здравствуйте. Потихонечку мы собираемся. Я вижу, у нас еще несколько человек в зале ожидания. Модератор, прошу, наверное, отключить зал ожидания, чтобы кто у нас новый добавлялся, уже сразу могли к нам попадать. Не ждать, пока мы их мустим. Ну что, давайте будем потихоньку начинать. Кто опаздывает, присоединится в процессе. Встреча у нас сегодня интересная будет. Сейчас я включу презентацию. Презентация. А вообще, напишите, что-то я сегодня не проверила, не спросила. Как вообще связь? Как слышно? Самое главное. Пришло ли слышно? Но я думаю, что так как никто ничего не пишет, значит, все в порядке, наверное, со звуком. Да? Слышно, видно? Мои к нити нам в чат. Когда в чате тишина, я пугаюсь. Думаю, может, вообще ничего не слышно? Может, трансляция вообще не началась? Трансляция началась. Мои к нити и будем двигаться дальше. Какой-нибудь плюсик, галочку, смайлик, что-нибудь отправьте в чат. Все молчат. О, все. Видно, слышно. Супер. Теперь я спокойна. Итак, у нас сегодня с вами встреча с нашей ученицей Ольгой Зоховой. Ольга поделится своим опытом. Поделится своим опытом. Ну, я задам такие традиционные уже для наших встреч вопросы. Какие были страхи, какие были сомнения, какие были сложности в учебе. Откуда взялся первый заказчик. Но что самое интересное, у Ольги такая необычная история про выстраивание именно доверительных отношений с заказчиком. Потому что начиналось все достаточно с такого недоверия, контроля очень сильного. И то, к чему пришли, вот Ольга как раз расскажет поподробнее про свой проект. Расскажет, как у нее это все происходило. Как они заказчикам пришли к тому, что сейчас имеют. К полному доверию, взаимопониманию. К тому, что дизайнер, собственно, принимает все ключевые решения, настройки. Надо ли знакомиться нам? Есть ли у нас сегодня новенькие? Есть ли те, кто меня вообще не знает и первый раз пришли на мероприятие? Потому что обычно на такие встречи у нас приходят ученики. Ученики, кто недавно присоединился. То есть те, кто знакомы с нашей школой. Но давайте я прям очень кратенько, буквально самое тезисное такое расскажу. Меня зовут Ирина Устьянцева. Я занимаюсь дизайном интерьера с 2007 года. Уже общий стаж преподавательской деятельности 6 лет. И являюсь автором курса азбука дизайна и курса профессии дизайнера интерьера с нуля. Собственно, про этот курс сегодня... Ольга именно на этом курсе у нас училась. Именно про этот курс будем говорить. Немножко фотографий проектов. Я это быстренько пролесну, потому что те, кто ходит на наш мероприятие, в принципе, уже эти слайды знают наизусть. А тут уже буду передавать слово Ольге. Расскажите немножко о себе. Какой город? Чем занимались до дизайна? Почему возникло желание прийти в дизайн интерьера? Всем добрый вечер. Очень приятно со всеми познакомиться. Я живу в городе Волгоград. Переехали мы год назад. И череда вот этих событий, ремонтов, родителям сначала сделали себе, сделали ремонт. И я поняла, что мне чего-то не хватает. До этого я работала инженером-программистом. 16 лет. Замечательная моя профессия, любимая. При переезде, уже после рождения двух детей, уже пришлось немножко отказаться от этой занимательной профессии, потому что она отнимала очень много времени. После того, как мы завершили все ремонты, я поняла, что мне вот чего-то мне не хватало. Мне хотелось еще что-то где-то кому-то сделать, где-то посоветовать. На Ирину подписано достаточно давно. И тут я все-таки наблюдала, что у нее есть азбука дизайна. Так посматривала потихонечку. И тут увидела, что Ира запустила профессию дизайнера интерьера. И все. На тот момент я вообще не знала, что я могу зарабатывать, каким образом я это буду делать, что мне придется делать. Я просто решила и пошла. Пришла один, посмотрела одну встречу, вторую встречу и все. Так я, в принципе, оказалась здесь. Об этом не жалею вообще нисколько. То есть были ли у меня страхи и сомнения? Сомнений не было вообще никаких. Страхи были. В основном этот страх был связан все-таки с общением с клиентами. Каким образом? Где мне его взять? Как вообще? Да, я пойду учиться, я выучусь. Что я с этим буду дальше делать? Я не понимала вообще ничего. Ну, все-таки не зря я доверилась. Пришла. Все рассказали, всему научили. Ну, то есть изначально было просто желание пойти в дизайн интерьера. То есть после своего ремонта стало понятно, что нравится это направление. Ну, это не одна квартира, это не один дом. То есть это вот просто потихоньку перетекало из ремонта в ремонт, из ремонта в ремонт. И, конечно, это квартирный вопрос, который привел меня на Ирину страницу, который я смотрела очень-очень-очень давно на НТВ. Вот, то есть как бы все обстоятельства сложились так, что я оказалась здесь. Ну, а первый заказчик, да, вот у нас на обучении мы позиционируем, что надо сразу работать с заказчиком. Как бы страшно не было. Откуда взялся, где нашли первого заказчика? Ну, это вот то, что нужен первый заказчик. Сейчас я согласна с этим полностью. Когда я только начала учиться, то есть у меня был какой-то откат, я хотела сделать дизайн своей квартиры. Ну, то есть был страх, страх, что я не справлюсь. Страх, что я сделаю, человеку это не понравится. То есть и как бы вот назад я возвращалась. У меня был этап, когда я отказалась от квартиры. Вот, но спасибо большое моему заказчику, который сказал, ты подумай, и, возможно, мы вернемся завтра к этому разговору. По стоимости, ну, сначала, наверное, у меня была совсем неординарная история. Наверное, нужно сначала пройти уроки, посмотреть первый модуль хотя бы там несколько, а потом уже кидаться и искать заказчика. Не то, что искать, да, у нас как-то так вот все сложилось. Я не понимала, сколько это стоит. Я не понимала, что, какой объем работы мне предстоит. Вот, и когда при созвоне, то есть я знала, что люди покупают квартиру, купили вернее, то есть она должна скоро сдастся. Это знакомая моя, ну, с течением обстоятельств. То есть жизнь нас периодически связывала. 20 лет назад мы проходили курсы вождения, учились вместе. И так как бы вот периодически где-то мы там встречались. Я позвонила, ее тоже зовут Оля. Я говорю, Оля, вот ты не хочешь? Она говорит, хочу. И сразу меня спрашивают, сколько это будет стоить? То есть человек уже понимал, да, он представлял какие-то. Я вообще не понимала, что, сколько это может стоить. И я такая говорю, 5 тысяч. То есть я делаю дизайн проекта. Не за метр квадратный. Не за метр квадратный. Просто 5 тысяч только. Далеко не за метр квадратный. Да, это вся квартира там в районе 60 квадратных метров. Вот. А я согласна. И вот, в принципе, вот так вот у нас. Вот квартира на тот момент была не сдана. На ней компания делала обмер. Уже сделали перепланировку. Потому что перепланировка, конечно, была очень неудачная от застройщика. Да, вот она. Вот эта квартира. Да. Вот такой обмерный план мне достался. Когда, конечно, я зашла, сама в эту квартиру и померила, оказался он немножко кривоватый. Вот. Поэтому пришлось. Поэтому если вы берете проект, квартира не сдана, и вы не можете, у вас нет строительного плана, и вы не можете зайти и померить, ну, готовьтесь к тому, что, скорее всего, вам придется переделывать. Ну, какие-то правки вносить минимум, да. Да, там не совсем хорошая у нас история была. Но, тем не менее, то есть застройщик сделал по тому проекту перепланировку. Она там у нас есть или нет? Да. Дальше, да. Да, вот в таком виде, да, мы ее получили. То есть застройщик, заказчик моего не обманул. То есть по документам это та планировка, которую уже нам сдали. То есть должно было быть вот так? Да. По факту это вот обмерный план, когда делались так. То есть заказчик приехал, сделал в компании, куда отправил его застройщик. Потому что только если ты делаешь в той компании, тебе сделают перепланировку. Ну, это своя такая хитрая схема. Ну, понятно. В городе Волгоград такое существует. Преемственность такая. Вот. И вот мы как бы вот в декабре месяце мы приступили. Уже, то есть до декабря мы сделали уже планировочные решения, утвердили. От каких-то не очень хороших идей, таких как в санузле квадрат, в шесть квадратов расположить ванную и душевую кабину. Мне изначально удалось отговорить заказчика. Вот. Когда квартиру приняли, мы зашли, они сказали, тут все свободно, тут можно ставить все. И душевую, и постирочную, да, там все. Да. Обычно хочется все сразу. Да. И тут у нас уже пошел оттат назад. Мы стали опять переделать эту ванну. Опять было три варианта у меня порядка, да, трех-четырех. Но тут уже у нас, конечно, лучше было бы раздвинуться немножко еще. Но так как заказчик уже заплатил деньги за то, что ему возвели перегородки, делать этого он категорически не хотел. И поэтому мы уже работали с тем, что мы имели. Сейчас, там будет дальше планировка. Да, это вот самый, да, жилой комплекс из одного дома. Вот. Проблемы, да, какие у нас проблемы были в данной квартире? Это вот такая вот не совсем правильная форма, очень маленькая комната. Решили ее сделать в этом углублении, сделать гардеробную комнату. Вот, конечно, пришлось, да, здесь мы сделали гардеробную комнату. Пришлось нам выравнивать стены, так как они все разноуровневые были. Вот, ну и, конечно, мы уместили в санузле душевую кабину и ванную вместе. Вот такая вот спальня маленькая. Вот такая вот гардеробная, вот эта вот комната, вот она. И вот здесь зеркало появилось. Это у нас откатная дверь зеркальная с подсветкой. Будет задвигаться туда за перегородочку. Такая вот достаточно маленькая гардеробная комната. Ну, очень маленькая. А вот все с мебелью как раз. Вот это интересно поизучать. Ну, так здесь финальный вариант все-таки без душевой. Я так понимаю, с душевой это была такая история долгая, переговоров нет? Нет. Это мы уже переделывали. Переделывали мы это на ходу. Сейчас. То есть у нас уже с душевой там все. Это здесь в проекте, возможно, остался старый вариант. То есть все-таки с душевой вариант. Возможно, это проект с платформы, который был у меня сдан. Да. Да. Это не тот. Если хотите, я сейчас могу включить, показать. Давайте. Вопрос у нас в чате. Нельзя ли было в этом проекте передвинуть зону кухни? Ну, я так понимаю, что по зонам у нас кухня должна была остаться на своем месте. Кухня, она здесь, да. Она вот мокрая зона. Она где была, там она и осталась. Ну, тем более здесь стойки подвод воды, куда ее здесь никуда не уберешь. Так. Мне надо для этого остановить демонстрацию экрана. Вот как у нас выглядит санузел. Немножко увеличу, чтобы было видно. Заходим. Здесь мы разместили просто подвесную раковину. Прямо у нас душевая кабина в строительном исполнении. Ванная, стиральная машина, инсталляция. И над инсталляцией на стиральной машине у нас до потолка подвесные шкафы будут. По планировочке-то классно все равно получилось, да? Даже в рамках вот этих существующих стен пазлик сложился. Да, это, конечно, спасибо большое куратору, потому что, ну, просто вариантов было очень много. Она уже пишет, все, остановись, остановись, хватит. То есть у нас самая большая проблема была, это вот сделать, чтобы душевая была, как бы, размера комфортного. И вот этот проход, чтобы он все-таки у нас максимально расширить его, потому что изначально он у нас там получался в районе 640. Там 600-640, то есть больше у нас, ну, потом вот я сделала ее поуже, но пошире здесь вот. По обычной. Да, то есть изначально она, как бы, была у нас вот по углу вентканала, такая вот квадратная, не очень удобная. Вот, все, я тогда останавливаю? Да, я тогда, а я верну презентацию. Пойдем дальше по презентации. Так, что у нас по красивым 3D-шечкам? Ну, это так, для восприятия объемчиков, да, и... Да, прихожая у нас была там своя история. Изначально заказчик хотел, чтобы все было, все шкафы были закрыты. Здесь, конечно, тоже пришлось немножко пойти опытным путем, с той точки зрения, что ты заходишь домой, ты что-то забыл, тебе нужно быстро раздеться там, разуться и пройти. Куда ты? Пальто там, плащ, там, что у тебя, куртка, куда ты повесишь? Ну, ты не будешь открывать шкаф, доставать плечики. Ну, максимум, что ты сделаешь, кинешь там на какой-то пуфик, если он там будет стоять. Те же ключи, там, какая-то мелочь, которая у тебя находится в руках здесь и сейчас, и для нее нужно место при входе. Вот таким образом у нас все-таки появилась открытая вешалка, за которой у нас будет уже сделана щитовая электроразводка. И вот такие вот открытые небольшие полочки. А в плане вот этих разногласий, это за качество, то, что изначально было, это касается именно планировки, вариантов планировки или вот что-то по визуальному? Нет, это что-то, нет, это свое. Человек не любит, чтобы где-то что-то лежало, чтобы где-то было что-то видно. То есть изначально она нарисовала такую картину, что вот, ну, сразу у нас была поставлена такая задача, что должно быть максимум закрытых шкафов. То есть открытая полка, это вообще не рассматривалось в принципе. Ну, а я имею в виду еще с точки зрения глобально вообще всей этой квартиры, да, то, о чем мы говорим, что сейчас пришли к тому, что полное доверие, а вначале вот был такой контроль со стороны заказчица, это было в чем? Вот именно вот в таких вещах, как она не хотела доверять, там, что-то по-другому делать в плане там открытых полок, да, какой-то планировки. Наверное. И это было вообще обо всем. Наверное, это все-таки отчасти характер человека, то есть, может быть, это какие-то последствия имени, которым тебя назвали. Вот, то есть я сама, то есть я сама к себе требовательна, я сама все люблю, да, я должна все контролировать, у меня должно быть все везде идеально. Вот, и тут у меня появляется заказчик с таким же именем, такая же, как я, и вот здесь, конечно, у нас произошла сложность. То есть я уже взглянула на это с другой стороны, с точки зрения удобства, эргономики, вот, а у нее еще вот оставались какие-то сомнения, и вот мы вот уже вот таким, что вот ты зашла, положи туда, положить некуда, повесить некуда. И мы вот такими маленькими-маленькими шажками все-таки вот пришли к той прихожей, которая у нас сейчас есть. Так, кухня-гостиная. Ну, здесь у нас, в принципе, как бы ничего такого особенного нету. У нас задача была это перетянуть, как бы вот, дверь у нас есть в спальню прямо, перетянуть с нее внимание. Она у нас сделается такими же панелями, пошпанированными. Да. А, ну, то есть они тут продолжают. Да, то есть они у нас продолжатся. Вот, по кухне изначально мы хотели сделать эту стену, на которую вот мы видим, да, мы хотели ее просто сделать там либо камнем, либо керамогранитом, убрать отсюда вообще все. Но потом все-таки пришли к выводу, что у нас тогда очень мало мест хранения. Вот, и поэтому вот все-таки остановились на такой Г-образной кухне. Колонна у нас с техникой и подвесные шкафы в потолок. Ну, такая светлая, приятная. Да, у нас как бы вот это было требование, что хотелось... Они очень любят принимать гостей, поэтому нам нужно было большое такое место отдыха. У нас стол этот, он раскладывается, со 120 раскладывается до 160 или 180, сейчас вот точно не помню. То есть его спокойно мы можем поставить к дивану, разложить, и, пожалуйста, у нас превращается в такое вот гостиное, достаточно просторное помещение. Да, это у нас спальня сына, мальчик-подросток, 14 лет. Изначально хотели сделать, чтобы стол был в шкафу, то есть такие двери, которые откатываются и прячутся. Но тут у нас как бы определилось место кондиционера и определилась цена этих откатных дверей. То есть механизм стоит 90 тысяч этих откатных дверей. И как бы на этом у нас вопрос о консоли, в принципе, отпал. Она вот так, так она у нас образовалась, такое рабочее место в виде консоли, сделали зеркало, повесим. И будет такой интересный уголочек такой и для работы, и для отдыха, все что угодно. Вот самый санузел. Да, это наш самый многострадальный санузел. Сотни, сотни вариантов плитки. Сотни прям. То есть изначально на коллажах у нас было утверждено террацию. В той планировке, которая вот там была, плитка террацию с пола переходит на стены. Но мы понимали, что сменив планировку, тот подход мы уже применить сюда не сможем. Потом, когда заказчица увидела плитку, она сказала, что она не веселая. И все. Каких бредовых идей только не было. И с ее стороны, и с моей стороны. Ну, наверное, раза три точно они приезжали. И мы вот ездили. То есть они живут не в Волгограде. Они приезжали вот с этой плиткой. Но потом все-таки, наверное, или устали. Или все-таки, наверное, уже на этом этапе у нас пришло какое-то понимание и доверие. И уже я предложила несколько вариантов. Но она остановилась вот на этой белой плитке. Марсокера, Марация. Она такая под бетон. Очень интересная, когда освещение на нее сверху падает. Очень интересно смотрится. Хоть кажется, что она вроде белая. И вот такие вот нас речки под дерево. Тошки Раммараця? Нет, это мы брали в МОЗ Плитки. Ой, как же забыла. Мерсен, что ли, производят. Парселоноз, я такой знаю. Ну, уже много кто делает. Мы изначально в Бомонде. Сейчас вот не скажу, как называется. Но она немножко другая речка была. Другая плашка. Но у нас там уперлась в то, что на тот момент, когда мы... Она была складская программа. И когда нам нужно было, мы уже решили, что мы ее сейчас купим. И все, и будет она на нас лежать. Оказалось, что она у нас приедет только 28 апреля. Поэтому нам пришлось от нее отказаться. И тут вот мне пришлось уже быстро, быстро, быстро найти альтернативную замену. И она оказалась у нас очень бюджетного варианта. То есть, если та плитка стоила в районе 6-700 за квадратный метр, то эту мы приобрели за 1600 с чем-то. То есть, на бюджете отразилась в положительную сторону. Это приятный момент, да. Когда что-то срочно надо поменять, а оно еще и дешевле. Это здорово. Так. Ну, это уже вот ремонт вовсю, да, идет? Да, это у нас уже... У нас зашли быстро, начали все делать. Да, очень быстро. То есть, у нас... Сейчас я вижу вопросы в чате, сейчас поотвечаем. Так, это как раз вот это процессы выборов материалов. Да, это у нас приехали необычные обои. Заказывали мы в эту пробу, чтобы уже... Потому что в зависимости от материала, конечно, цветопередача поменялась. Но, тем не менее, заказчику понравилось. Они все довольны были. Были непредвиденные обстоятельства. Это как смеситель был выведен немножко не там, где он должен был быть, в душевой кабине. Ну, все это как бы вовремя, все это переделывалось, передвигалось. То есть, строители что-то не на то, как не ту привязку сделали? Да. То есть, он сделал по середине, относительно середины вент-канала. Не досмотрев там где-то не чертеж. А, у вас душевая меньше. А у нас душевая, да. То есть, у нас 760 пополам, то есть, должно было быть 380 от края. Ну, хорошо, что... Ну, вот это, кстати, тоже хотели обсудить момент по поводу авторского надзора. И авторский надзор сейчас ведется. И он же ведется платно. Да. Можем мы это обсудить? Можем, конечно. Это не секретная информация. Вот, это очень важно. Очень-очень важно. Авторский надзор очень важен, потому что... Особенно, когда у вас заказчик берет, так сказать, строителей эконом-сегмента. Тут, ну... Изначально, наверное, когда вы определяете стоимость авторского надзора... Сейчас я понимаю, что это необходимо учитывать. Потому что, когда у вас там бригада, которая работает без договора, без всего, вам придется появляться там в разы чаще. То есть, вот такая история, что я приехала, посмотрела, красиво-некрасиво, все на месте. Нет, тут с этим так не работает. Ну, надо во все вникать, да, все контролировать. Да. То есть, вплоть до того, как вывели. То есть, не всегда удачно. Был вывод не очень хорошо воды сделан, разводка. То есть, пришлось попросить, чтобы перенесли. То есть, вот какие-то такие, возможно, мелочи, но в дальнейшем они сказываются именно на расположении той же инсталляции. То есть, тоже у нас была история с инсталляцией, когда мастер, который выравнивал стены, сказал, нет, срочно надо, все, уже инсталляцию можно ставить. Причем, говорю, ну, нам же нужно вывести стены. Нам нужно сделать, нет, там все хорошо, там все замечательно. У нас приходят люди, ставят инсталляцию. Он начинает оштукатуривать, выводить стены в ванной. И у нас плюс два сантиметра. И получается история такая, что у нас, нам пришлось, там, технически, да, вырезать профили углубления, чтобы максимально близко поставить профиль к тайку, чтобы вот эти два сантиметра нам убрать, чтобы у нас инсталляция была ровно по центру. Им это, конечно, не очень понравилось, но сказали, что, а тут как выйдет, я говорю, нет, извините, но как выйдет, мы делать не будем. Я не делаю, как выйдет. Да, это важно. Ну, а авторский надзор же у нас сейчас оплачивается, это уже не будет стоимость проекта. Это, да, это не входит в те пять тысяч. Это важно, но это важно проговорить, да, тоже, чтобы все понимали. Да, это очень важно. Важно определить для себя, что ты готов делать на этом. Ну, у меня получилось так, что с учетом того, что люди живут не в Волгограде, наверное, на меня легло не только авторский, но и технический надзор. Все-таки, ну, потому что я неравнодушна, да, я не могу смотреть, если там не так, как надо, сделано. Вот. За авторский надзор мне платят 25 тысяч в месяц. Вот. То есть эта цифра была обозначена мною. Было мне очень страшно. Я не знала, как об этом сказать. Я собиралась несколько дней. Вот. Но я понимала, что, ну, бесплатно я делать это не хочу. Я не буду это делать бесплатно. Я понимала тот объем работ. То есть я покупаю полностью отделочные материалы, заказываю, заказываю доставку. Там что-то там мне загружают в багажник, там те же обои в спальню. Я привожу, строители их забирают. То есть я еще занимаюсь вот приобретением чистовых отделочных материалов. Поэтому об этом нужно говорить. Нужно показывать ценность этой услуги. Потому что, ну, 70 процентов, что он не будет реализован так, как он должен быть. То есть инсталляция будет стоять не там, душевая будет не того размера. Инсталлянная машинка, возможно, теперь уже туда не уместится. Тут какие-то такие мелочи, на которые при строительстве они не очень обращают внимание. Ну, я согласна. Да, и авторский надзор. То есть тут еще какой момент. Получается, что действительно, где-то надо просто вот приехать, посмотреть. Ребята, у вас все хорошо? А, все хорошо. Хорошо, и уехать. А где-то это вот надо прям ходить с рулеткой, все перепроверять. Это очень важно заранее оценить объем работы и оценить вообще, сколько на это будет уходить времени. Потому что вот у нас с плиткой тоже не очень хорошая ситуация произошла. У нас плитка должна подходить к ванной. И я несколько раз сказала, давайте установим ванну, потом мы будем выкладывать плитку. И мне восемь раз померили, сказали, что все вот так, все замечательно, все будет так, как надо. В субботу приезжает заказчик. Тут приезжают мастера, которые устанавливают ванну. Они ставят ванну. Ну, плитку выложили, конечно, потому что там все подходит, все замечательно. Она становится под плитку. И у нас получается, что у нас как раз на высоту борта, то есть плитка и край борт ванны, вот как раз он не становится. И чего? Ну, они предлагают, что просто мы вот так сейчас силиконом сделаем. Я говорю, нет, мы не будем делать силиконом. Это было вообще, ну, это было неудобно. Во-первых, заказчик, да, пришел, мы приехали вместе, мы покупали тумбу, ванну выбрали, купили, приобрели. И мы тут заходим, и у нас такой ожидает сюрприз. Ну, у нас были разные варианты, но я хочу сказать, что они подрезали так, что у нас просто между ванной и плиткой теперь просто миллиметр зазор. То есть они на месте... А что сделали-то в итоге? Как, что подрезали? Подрезали. Прям подрезали, подрезали идеально, нигде ни одного скола. То есть рассчитали так, что она вот встала, и прям там вот миллиметр зазор между ванной и плиткой. Ну, такой подвиг повторять, конечно, не нужно. Сначала поставить ванну. Ну, я об этом им тоже уже сказала, что все-таки давайте будем делать так, как это нужно делать, чтобы больше таких ситуаций у нас не возникало. На что заказчики сказали, когда мы увидели твои глаза, мы даже не представляли, что сейчас с ними будет. Мы удивились, что ты так спокойно с ними дальше общалась. Потому что для меня эта ситуация, она была как бы предсказуема. То есть я предполагала, что у нас возникнет вот такая история с этой ванной. Ну, самое главное, что все разрешилось. Да. Так, это уже установлены двери. Да, у нас все скрыты. Двери скрытого монтажа все. Так, и вот у нас уже плитка красивая, да. Вот как раз вот это вот тут ванну. Да, это как раз вот эта история. Для ванны. А, и вот. Собственно, мы потихоньку уже движемся к завершению. А что, мы уже 40 минут почти общаемся. Это как-то время пролетело очень быстро. Сейчас включу это видео. Да, вот мы видели красивые картинки. Это видео в этой программе. В этой программе был вопрос, как раз в какой программе сделана эта программа Home Styler. И был вопрос, устроил ли заказчик качество картинок, как он отнесся к этим визуализациям. Отнесся совершенно положительно. То есть, общая концепция видна. Вопрос в том, что сейчас приобрести ее практически невозможно. То есть, можно как-то приобрести через Киви кошелек на год. Но у меня так это сделать и не получилось. Это же бесплатная версия создана. Это бесплатная версия, да. Это бесплатная версия. Поэтому здесь как бы выбирать уже вам, в какой программе будете работать. На курсе нам рассказывают и показывают Home Styler. Достаточно удобно, достаточно быстро в нем все делается. Качество картинок уже зависит от версии. Да, я просто поясню, что он есть бесплатный. То есть, можно работать на бесплатной версии. Платная версия дает больше возможностей. Да, там другие уже визуализации, совершенно другие. Увы, сейчас вот. Если кто-то знает способ приобрести, я с удовольствием выслушаю, поделитесь. Ну, вопрос только с оплатой, я так понимаю, с русской картой. Так, если какие-то вопросы есть ко мне, к Ольге, то вы можете сейчас в чате писать. Сейчас будем отвечать тогда. А вот у нас был комментарий как раз по поводу кухни. Нравится, что кухня немного отгорожена. Да, она как бы такая, как будто в нише там от гостиной. Пока там, возможно, вопросы еще кто-то пишет, оставляет. Хочу обратить внимание, обязательно. Вот я для себя сделала из всего процесса, сделала свои выводы. Изначально у нас с заказчиком не было бюджета. То есть я не понимала, куда мы двигаемся, на какой бюджет у нас будет. То есть позиция была такая, вот если мне понравится, я заплачу, сколько это будет стоить. Если вам так говорят, не верьте этому. Да, такого не будет. Это никогда не будет. Это будет на процессе планировки, эта позиция. Эта позиция будет на процессе составления спецификации. Это будет всегда до того момента, пока это не нужно покупать. Как только дело доходит до приобретения, человек психологически ему хочется отдать поменьше. Ну, это нормально. Поэтому обязательно, обязательно проговаривайте бюджет изначально. Да, это важный момент. Все-таки, когда есть какая-то сумма, многие заказчики не любят об этом говорить. Им как-то тоже некомфортно озвучивать, сколько они готовы потратить на ремонт. Но когда есть вот эта вот сумма, то дизайнеру легче ориентироваться. Он понимает, что тут мы можем чуть подороже взять, тут нам надо подсэкономить. И он как тетра складывает, вот это вот распределяет туда-сюда. А когда начинается, что пойдем в магазин, походу разберемся, это хорошо, если еще заказчик сам в уме отслеживает свой бюджет. Он примерно понимает, вписывается он или нет. А если он действительно импульсивно, ой, понравилось, купили, ой, понравилось, купили, то это ведет просто к тому, что потом диван какой-нибудь старый приезжает, потому что у него денег не хватило из прошлой квартиры. Второй мы купим как-нибудь через полгода, когда заработаем. И вот так вот в итоге переехали в новую квартиру, а радости от этого мало. Да, и вот в этом плане, то есть сейчас я уже понимаю, в какой бюджет мы можем вписаться, где мы можем сэкономить уже, где-то мы светильнички заменили. Такие же, но более бюджетные. То есть мы вот, освещение у нас полностью заказано. Сейчас уже начали сегодня красить первым слоем. То есть покраска, поклейка обоев, заказываем насяжной потолок, укладываем пол, все. То есть такие строительные работы у нас закончились. Вот вся мебель у нас на заказ, то есть эта вся мебель, она уже посчитана, просчитана. То есть мы тоже опять заказываем замерщика, замерщик приезжает. Все мы уточняем по размерам. Еще раз определяемся, то есть у нас уже все, у нас выбранный материал, то есть у нас все полностью мебель уже окомплектована на заказ. Вижу вопросы в чате. Так, обязан ли дизайнер работать, это, наверное, ко мне вопрос, работать со всеми стилями, которые пожелают заказчики? Или можно определить для себя какие-то более предпочтительные стили? Конечно, тут решаете только вы. Есть дизайнеры, которые любят работать во всех стилях, есть дизайнеры, которые работают только вот в своем направлении и категорично не берут, ну то есть к ним уже и не обращаются другие заказчики. То есть заказчик приходит на портфолио дизайнера. Он видит, что дизайнер работает там, например, только в стиле лофт. И, соответственно, такие заказчики будут приходить. Только вы решаете. На начальных этапах можно поработать, попробовать в разных стилях, если это нравится, если это хочется. А дальше формировать свое портфолио так, чтобы вот там было только то, что вам нравится, про то, что работа в кайф должна быть, да, не то, что я сейчас стисну зубы и сделаю вам эту классику, раз вы ее хотите. Да, это нужно любить. Да, тогда все получится. Да. Так, вопрос к Ольге. Сколько было выездов по магазинам? Каким магазинам? Ну, по каким магазинам надо ездить? Я могу ответить. А вот сколько было выездов? Так, сможете посчитать? Ну, если брать именно выездов с заказчиками, речь идет. Да, да, да. То это у нас выделялся, допустим, там раз в две недели. Это практически целый день. Да, я знаю, что это Ирина этого не одобрит. Не, я не знаю, что не одобрит, я так физически не могу. Не, может, раньше я могла, так сейчас я знаю, что у меня сила закончится. Я просто... Если они приезжают, мы встречаемся на квартире, смотрим там, что. Ну, и то последнее время, это у нас вот самый напряженный момент у нас был с плиткой. Пока просто заказчик не отпустил эту ситуацию, потому что, ну, раскладок я сделала, я не знаю, я, наверное, больше десяти раскладок плитки, разной всякой, что мы только не смотрели и не видели на раскладках. Поэтому, а так, вы уже изначально, конечно, много, много-много путешествий, путешествий по магазинам построительным. Но опять, смотрите, я сейчас как бы могу рассказать, где я была в Волгограде, да? То есть я уже определилась, с кем я буду работать по напольному покрытию. Они тоже зашли на... Вместе со мной зашли на рынок Волгограда в сентябре месяце. Вот, как бы у нас с ними сложились отношения. У нас, то есть я подчеркнула, очень много, очень грамотные специалисты. Общалась с работниками с завода Квикстеп, к ним приезжали. То есть, ну, достаточно такое познавательное у нас общение. Вот, так, то есть предостаточно. Опять же, зависит от бюджета. Керамо-Маракса, да, вы можете там достаточно бюджетно все сделать, допустим, если по плитке взять. Вот, МОЗ-плитка. Торговый рынок на Тулака огромный. Вариантов тоже предостаточно всего, как сантехники, как... Вот, по сантехнике, опять, если бюджет, туда. Если не бюджет, уже, когда мы были на МОЗ-билде, я ездила, то есть тоже уже познакомилась с поставщиками сантехники. То есть есть разные варианты. У них есть склад в Волгограде, то есть мы спокойно будем работать, не только в Волгограде. Поэтому очень-очень важно, очень-очень важно не просто ходить, смотреть, ознакомиться, спрашивать, чтобы вам рассказывали условия сотрудничества. Даже условия сотрудничества не в плане финансовой стороны, да, а в плане предоставления образцов. То есть пол я спокойно еду, беру, сколько мне нужно. Мы едем с заказчиком там, смотрим. Плашечки разные. В квартире, да. Также вот обои там, например, выкрасы, выкрасы. То есть мы покупали банку, примерно определились по цвету. Заколировали в Леруа Мерлен банку краски, брали как бы бюджетную текурилу, ну, относительно бюджетную. Ну, вот, если рассматривать вообще дизайн, то, чем работают дизайнеры. Сделала сама выкрас на А3. Мы повесили в разных местах, посмотрели, где как она смотрится. Да, все хорошо, все устраивает. Все, значит, мы идем и покупаем, колеруем уже в большой объем. Так, супер. Я вижу, еще вопросы у нас появились. Давайте сейчас буквально минутку, я тогда чуть подробнее остановлюсь на слайде про курс. И мы продолжим отвечать на вопросы, как раз если еще какие-то появились у вас. Может быть, можете пока сформулировать мысль. А я расскажу, что у нас на курсе происходит. То есть у нас курс профессии дизайнера интерьеров. Мы учим полностью с нуля. Курс идет 8 месяцев. За эти 8 месяцев у нас ученики создают 2 полноценных проекта с 3D-визуализацией, со всеми чертежами. Осваиваем мы 3 программы. Ну, проект, естественно, с заказчиками, да. Как мы поняли, уже делаем с реальными заказчиками. Осваиваются 3 программы для чертежей. Архикад, для 3D-шек HomeStyler и Photoshop-графический редактор. Это коллажи, удобно делать 3D-шки. Можно редактировать в нем, там что-то быстренько подкрасить, перекрасить. Таким образом, уже начинает формироваться портфолио, да. То есть как раз вопрос того, что начинающий специалист уже начинает формировать свои работы, чтобы было что дальше заказчикам показывать, из чего выбирать. Очень много уделяем времени поиску клиента, именно объясняя, где искать заказчиков, как себя презентовать, как с ними общаться. Про тонкости реализации проекта у нас, этому посвящена третья ступень. Много наших партнеров-подрядчиков записали интересные видео, чтобы было тоже понимание, когда к кому обращаться, если, например, вентиляцию хочет заказчик, или шумоизоляцию хочет заказчик, чтобы было понимание, как с этими специалистами вообще держать связь и когда к ним обращаться, чтобы все было предусмотрено в проекте вовремя. Постройки тоже самое. Уроки от прораба, который объясняет то, за что ответственный, как выстраивать отношения со строителями, с прорабами, чтобы все были довольны. Защита проекта. После защиты проекта, после третьей ступени мы выдаем дипломы гособразца, то есть мы прошли аккредитацию, у нас дипломы, и, соответственно, ученики начинают зарабатывать, начинают уже во время курса работать с заказчиками и окупать обучение. Поэтому для кого это актуально, кто хочет к нам присоединиться, будем рады. В чате у нас модератор оставляет ссылку на заявку, заявку вас ни к чему не обязывает, вы можете ее просто заполнить, и отдел заботы с вами свяжется, уже более подробно на все ваши вопросы поотвечает, да, потому что у нас сейчас не тема эфира, презентация курса, про курсы я могу говорить долго, поэтому оставляйте заявку, чтобы более подробно все узнать, все нюансы сможете обсудить. А сейчас давайте вернемся к вопросам. Так, про выезды в магазины ответили, простили, ответили, как много времени. Ну вот, да, про магазины сказали, что Ольга ездила там по целому дню. Я, например, давно не любитель целый день тратить в магазине, ну потому что это физически очень тяжело, это весь день на ногах. В любом случае, как бы, это все равно заказчиком оговаривается, да, либо вот раз в неделю на целый день вы едете, либо раз в неделю вы едете на 2-3 часа, мне комфортнее там на 2-3 часа просто. Я обычно еду, ну, сейчас я уже, например, если мне надо поехать с заказчиком, я знаю, в какие магазины я поеду и что я там увижу. Если, например, я в чем-то не уверена, мне нужно подготовиться, то я просто на неделе еду в эти магазины, я знаю заранее, куда я поведу заказчика, то есть что мы там увидим вот это, мы там увидим вот это, уже простраиваю маршрут. То есть это не то, что мы такие встретились и начали гулять просто. То есть если встреча должна пройти быстро, то к этой встрече надо, конечно, подготовиться. Если такой возможности нет, то можно подольше погулять, повыбирать. Наверное, все-таки к любой встрече нужно подготовиться. Ну, это да, это вообще да. Это такой, ну, как это, рациональный подход. Не все суперрационалы в этом плане, да, кто-то любит более такое творческое неопределенность, но мне кажется, что да, мне комфортнее подготовиться к встрече тоже, знать. Да, то есть они приезжают, мы уже едем конкретно, мы знаем, куда мы едем. То есть вот, допустим, вот мы вот это, вот это, вот это смотрим, из этого мы выбираем. Вопрос. Как выбрать материалы, если работаем удаленно? Чисто по фотографиям. Вот смотрите, у нас по поводу удаленной работы был эфир тоже с ученицей, с Анной Асеевой, она ведет проекты удаленно. На нашем YouTube-канале можно посмотреть этот эфир, либо в Telegram-канале полистать, там должны быть ссылки на запись, послушать опыт именно тоже учениц, как начинаешь с специалистом, идут удаленные объекты. То есть там варианты есть, либо вы ищете те же самые магазины, ну вот что, например, Керама Мараса, оно везде есть, во всех городах. Вы идете в своем городе, выбираете плитку, заказчик в своем городе идет на эту плитку, смотрит там в своем магазине. И так просто выбираются фирмы, которые, ну самые крупные, самые раскрученные, которые есть и у вас, и у заказчика. Это такой более простой путь. Пока я у себя занималась ремонтом, поняла, что многие вещи через интернет выбирать – это плохой вариант, нельзя хорошо оценить цвет, фактуру, качество материала. Если выбирать диван, то на него надо садиться и пробовать. Да, 100%. Я всегда говорю, что в интернете мы ничего не заказываем, пока мы не посмотрели на это вживую. То есть в интернете можно заказать, после того, как вы съездили в магазин, что-то выбрали, и, например, там в интернете дешевле, где-то вы нашли на каком-то сайте. Но заранее посмотреть – да. По каким магазинам надо ездить с заказчиком? Что входит в обязательный перечень? Плитка, обои, диван? Ну, здесь нет обязательного перечня. Есть либо комплектация полностью под ключ, как это называется, когда вы все абсолютно выбираете, но либо вы с заказчиком просто проговариваете. Это всегда ваши договоренности. Как нет какого-то жесткого стандарта, что проект должен быть на каких-то листах, там, и не меньше, ни в коем случае. Каждый проект индивидуален. Где-то есть более сложные узлы, более сложные развертки. А где-то заказчик хочет сэкономить, например, говорит, делайте мне развертки, давайте там, да, а можно сделать подешевле цену дизайна, например, от чего-то отказавшись. А мы отказываемся от разверток или что-то такое, да. То есть это всегда такой диалог с заказчиком, и комплектация тоже самая. Да, вопрос, что заказчику нужно подобрать, потому что он что-то сам хочет повыбирать. Работа объемная, да, ну такая очень интересная. Зато знаете, какой кайф, когда вот даже сейчас мы листали фотографии Ольги, когда я представляю вот это, когда было столько мучений с выбором плитки, и вот эта плитка на стенах. Это просто победа. Думаешь, ну все, ест. Да, все, плитку мы больше не выбираем. Это правда очень классное ощущение. Ну вот я всегда тоже, знаете, привожу пример, кто каким-либо хендмейдом занимался, неважно, там, да хоть в детском саду вряд ли, да, вспомним, но и все равно какая-то поделка, сделанная своими руками. То есть там что-то вы сделали, вы радуетесь, ой, там вот как у меня вот это получилось, да. Вспомните все рукодельницы, которые там конди-купа делают, у них вот дома все полочки заставлены, потому что это кайф, я сделала, вот красиво. А это, представьте, просто умноженное там на сто, на тысячу, потому что масштабы другие. То есть вы это придумали, вы это как бы сделали, и вы ходите и смотрите, насколько классно получилось. Когда ты видишь, что заказчик приезжает, он доволен, то, что он видит, ему это нравится. Конечно, когда тебе доверяют уже, то есть в каких-то вопросах мы вообще в принципе не советуемся. нужно сделать вот так, все, мы делаем так, и все. И когда люди будут в этом жить, будут наслаждаться, это очень дорогого стоит. Это вот действительно, это награда. То есть я сделала комплектацию, я там выбрала, там не один день потратила. То есть это все входит в стоимость проекта 5 тысяч рублей. Но вот это внутреннее ощущение, внутреннего удовлетворения, счастья, радости, я не знаю, чего еще, то есть оно, конечно, не сравнимо ни с чем. Да, это эмоции очень классные. Это вот, наверное, как, это первый проект, это как первый ребенок. То есть вот он родился, его вырастили, все, его реализовали. Так, еще вопрос один, еще вижу. Был ли опыт в покраске стен онлайн? Заказчик сам решает по выкрасам. Ну, нет, я онлайн не подбирала. Онлайн, онлайн. Ну, то есть это, я думаю, что заказчику все равно в своем городе надо купить краску и сделать выкрасы, чтобы он на нее посмотрел. А вы в своем городе, соответственно, ну, как дизайнер можете, да, сориентироваться, может быть, или по маленьким образцам. Если это премиум сегмент краски, то у них, как правило, уже могут быть свои образцы, готовые выкрасы. Ну, опять, где находится объект? Тут тоже такой вопрос интересный, да? Объект находится в городе у заказчика или в городе у вас, если это удаленно? Ну, да, кстати, бывает же, что у заказчика просто... Мы сделали выкрасы, мы все посмотрели, потом я попробовала все-таки снять на видео, и я вообще ничего не увидела. То есть не фотоаппаратом хорошим там. Ты не видишь цветопередачу полную вообще. Ольга у нас в чате пишет, поддержка, говорит, первый раз можно на морально-волевых, когда учишься, ну, видимо, про стоимость проекта. Ну, да. И очень интересный вопрос. Мы буквально в выходные приобретали тумбу для раковины, раковину в ванную, и от заказчицы был такой интересный вопрос. Она говорит, ну, ты, наверное, больше за это не возьмешься, ты больше не возьмешься реализовать проект. У меня даже вот секунды сомнения не было, я говорю, возьму. То есть я возьму, мне это нравится, я это буду делать. Ну, это действительно такие эмоции, потому что когда первые проекты, они, может быть, более сложные в плане того, что вот, да, нет какой-то еще такой, ну, насмотренности в материалах, там какие-то технические моменты, да, больше надо вникать в это все. Но это очень интересно. Это вот как бы первый раз все такое вау-вау. А потом, может быть, этот эффект вау-вау немножко спадает, но зато больше появляется спокойствие и уверенность, что уже там, я знаю, какой магазин, сейчас все будет нормально, сейчас мы со строителем все обсудим. Уже, ой, строитель на косяцах, ничего страшного, это все решаемо. Ну, то есть уже немножко другие эмоции, но они тоже положительные. И это все равно очень интересно. Так, про выкрасы, видимо, я просто про то, что в помещении заказчика может быть такое освещение и ориентации в форме помещения, в общем, что выберешь краску в своем городе, а она у заказчика по-другому сыграет. Просто интересно, браться ли на такие виды работ. Ну, это тот вопрос, да, что краска, выкрас должен быть на объекте, это однозначно, то есть. Ну, да. А там где уже и каким образом? А тут уже вот этот момент, эта тонкая нить, да, будет ли доверять вам заказчик, если квартира находится в вашем городе? То есть, если он вам доверяет, то вы посмотрите на этот выкрас, если вы считаете, что он то, что нужно, значит, вы берете эту краску. Если нет, значит, нет. Так, ну что, вопросы мы все поотвечали. Можно ли, так, выкрас на объекте, а можно ли сориентироваться по камере? По камере мы не можем ориентироваться, смотреть по камере, что там украсть строители, камера всегда искажает, всегда. Вы можете, снимите одну и ту же картинку на разные телефоны, у вас будут разные картинки, в каждом телефоне свои настройки, да даже в телефоне просто можно поменять настройки освещенности, цветопередачи и на одном и том же телефоне сделать совершенно разные фотографии. А уж то, что между собой телефоны отличаются по камерам, это очень, ну, в общем, будет искажение, очень сильное искажение. Но я бы не рисковала так. Я не очень люблю, когда мне скидывают фотографии, материалов там, а что мне сюда подобрать, а какого у меня оттенка подобрать. Откуда я знаю, может быть, у вас там желтая лампочка горела над этим образцом, и я вообще не понимаю, какого он цвета на самом деле в жизни. Ну, то есть я сейчас что-то насоветую, а по факту окажется, что там другой оттенок. Да, это так же, как и... так же, как вот мы кварц-винил покупали. То есть изначально у нас был совершенно другое выбранное. Уже когда приехали оплачивать, то есть я все-таки настояла на том, что мы берем образцы, еще взяла на свое усмотрение два других цвета. Вот. И когда мы пришли в квартиру, то от первоначального варианта, который безумно заказчику понравился, мы отказались. Не понравилось, как именно там смотрится? Нет. Ну, мне тоже, если честно, тоже не понравилось. Поэтому быстренько пришлось. Вопрос. Мы доверяем выбору заказчику, он вошел, посмотрел и согласился, какому ему нравится, или должно нравиться только дизайнеру. Нравится должно и дизайнеру, и заказчику. В этом смысл работы дизайнера. Заказчику... Ну, мы всегда помним, что мы работаем для заказчиков. Заказчику в этом помещении жить. Мы не реализовываем свои амбиции и творческие желания за счет заказчика. Да? Он сейчас заплатит, а мы кайфанем и сделаем какой-нибудь сумасшедший проект. Нет. Мы делаем для заказчика. Мы выполняем работу для него. Ему должно нравиться. Ну, и дизайнеру должно нравиться то, что он делает. Иначе смысла в этом мало. Да? Работа ради денег... Ну, в общем, не получится красивый дизайн, если сам дизайнер не будет... Если ему не нравится, то как? То как вообще, что из этого можно сделать? Да, у нас тоже своя ситуация в этом случае. То есть вот мы едем, ну, то есть изначально там что-то выбирается, и тут они... Понравились вот эти смесители. Да? Понравился вот этот, вот этот, вот этот. И здесь уже как бы право выбора у меня. То есть я говорю, что вот этот нам подходит, вот этот нам подходит, вот этот нам не подходит. Вот из того, вот из этих вы выбираете то, что вам как бы и финансово подходит там, либо по каким-то... То есть я определяю по внешним параметрам, так сказать. Ну да, да, правильно. Заказчик уже смотрит там на ценники и решает, что... Да, то есть так же, так же, как и светильники. Есть вот такие, есть вот такие. Дешевле мы можем взять вот это. Вот, если... И так же подвес у нас сейчас... Остался один подвес. Вот, тот подвес, какой бы хотелось, его сняли с производства. Мы начали уже искать, и получилось, что сейчас вот у нас именно вот затык в подвесе. То есть тот, который нам бы подошел, он стоит там, допустим, шесть тысяч. Заказчик хочет подешевле. Прислал, прислали мне подвес. Как бы визуально я не вижу никаких, как сказать, противопоказаний его туда повесить. Но вопрос в том, что возле кровати, а он как вот внутри светится, и он рассеивает весь свет, то есть он яркий достаточно. И здесь уже как бы я тоже объяснила, да, то есть каким образом он светит, готовы ли на это. То есть если вечером ты включаешь, ты мешаешь мужу спать. То есть либо это направленный свет, и вот заказчик теперь решает, подойдет ей такой светильник по освещенности, либо нет. Ольга хочет присоединиться, да, ручку подняла. Хотят вопрос голосом задать, а тут еще интересный комментарий. Такое ощущение, что Ольга уже не один проект сделала. Так глубоко вникать во все нюансы, это за период обучения один год, это ваш первый проект. Мы же с этого начали, что проект-то это первый для заказчика, но для себя были ремонты. Для себя это было 2007 год. Я рисовала чертеж потолка из гипсокартона, который мне делали, там кривой, какой-то такой хитрый. Это было модно. Все рисовали. Да, это было модно. Строители были не очень рады, но тем не менее они мне его сделали. И я умею делать все сама. Я знаю, как правильно ставить маяки, отбивать горизонт, еще по ручному, водяному уровню. То есть я умею наносить разные виды штукатурки. Я все это попробовала, мне это безумно нравится. Когда они делали балкон, мне прям хотелось прийти и помочь. Мне хотелось взять и все это вот. Поэтому, то есть этим нужно жить. Вот как любым делом, любым увлечением, что потом переходит в профессию. Так, по вопросам. Давайте будем закругляться. Ну вот Ольга у нас подняла ручку. Модератор, давайте включим. Да, давайте. Мне кажется, это Ольга, она из Волгограда. Я не могу включить звук. Модераторы, можете нам помочь включить звук у Ольги, которая ручку подняла? Мы сейчас про выкрасы пообщаемся. И тогда... Да. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ольга. Да. Здравствуйте, Волгограда. Мы все с вами знакомы. Вот я тоже прохожу сейчас, на вторую ступень перешла и успела отказаться от объекта, который был на Москве. И там заказчица хотела красить стены. И я еще тогда задумалась. Ну, у меня в городе будет краска. Я пойду посмотрю. Она там такую же найдет, купит. Ну, не такую же, а возьмет на выкрасы пять оттенков. Вот загрунтуют ей там несколько гипсокартонов или чего-то. Она прокрасит. Я по камере посмотрю. Она постоит рядом. Кто должен решить? Заказчица? Ой, да, я хочу такой цвет стен. Или, допустим, нам успеют перевезти там какой-то торшер, диван, и мы пододвинем к этому окрасу. Можно ли так рисковать, чтобы у нас уже там где-то плиточка лежит? Есть ли у кого-то опыта вы слыхали, чтобы вот как-то подтасовать, чтобы сориентироваться? Ну, я бы, как я сказала, в принципе, я бы подумала о том, чтобы хорошо, например, заказчица у себя в городе купила несколько оттенков, сделала выкрасы. Но выкрас, на котором она остановилась, я бы еще несколько раз к нему присмотрелась бы в своем городе. То есть я либо купила бы банку краски и у себя бы сделала выкрас. Если это эконом краска, какая-то в строительном магазине покупается, то я бы, может быть, у себя бы сделала выкрас именно этого же артикула, чтобы победиться. Потому что краску, когда мы покупаем, там же вот эти вот нюансы, там может цвет немножко врутить или немножко зеленца какой-то отдавать, или немножко голубоватый быть. Ну, то есть там вот могут быть какие-то такие нюансы, которые камера не передаст, которые мы не увидим, потому что, ну, из-за разного освещения. То есть я бы просто себе бы сделала этот выкрас и спокойно бы с ним жила, и дальше ходила бы, с ним все подбирала бы для заказчицы из другого города, да, и была бы уверена в своей работе, что я все нормально подбираю, что вот у меня нормальный, приличный цвет, который мне и в заказчице там у себя понравился, и мне здесь у себя понравился. А я бы сделала выкрас и съездила в заказчице. Может получиться так, что я хожу с этим выкрасом, мы подбираем одну и ту же мебель, я подхожу к дивану, о, нормально совпадает с этим цветом ручки, какой у нас там венге, так, с полом совпадает, хотя могут быть разные партии, но я смотрю у себя на юго-востоке, у меня тут ничего не затеняет, у меня классно, а у нее там на северо-западе плюс еще угловая квартира, где ей отсвечивает стенка дома другого, и у нее вообще и ориентация другая, и цвет идет от фасада, где дом заворачивается, и вот... Ну, я считаю, что это уже такие нюансы, которые... Риск? Нет. Нет, я считаю, что это заморочки, которые, ну, как бы, есть такие заказчики, которые очень придирчивы, очень, они чувствуют цвет, просто вот каждый полутон, полуоттенок, и вот эти вот ворсиночки на диване, там на полмиллиметра длиннее и мягче, чем вот на том, на той диване, на той ткани, тогда, конечно, с такими, ну, с ними не получится работать удаленно, с такими заказчиками, с ними только ездить, везде все вместе смотреть. Вот эти вот там полтона, что будет немножко по-другому, ну, так вы у себя же можете отойти там в другой, не знаю, в другому окну, или не около окна смотреть там, а смотреть при искусственном освещении этот выкрас, ну, как-то, да, создать себе ситуацию, примерно, как у заказчицы. Не смотреть это на солнечном свете, а посмотреть это прям больше в тени, как этот свет себя поведет, и все. Ну, мы же, ну, в общем, я считаю, что это уже как бы такие нюансы, все это решаемо. Все это решаемо. Вопрос такой, да, стоит по поводу объекта в другом городе. Я очень много думала, и все-таки я решила, что, во-первых, обмер, я обязательно поеду там, неважно, куда я поеду, я делаю сама. Вот. И как бы соберу все вопросы, которые у нас будут там, вот эти выкрасы там, либо обои, либо еще что-то. На полы. То есть, и я поеду еще раз, чтобы все это в квартире не мы увидели. Ну, тут просто надо понимать, что... Затратно. Ну, да. Который ехать. Сколько это будет стоить? То есть, понимать, что это командировка, обычно командировки оплачивают заказчики, это нормальная практика среди дизайнеров, и дизайнеры сейчас и в Дубаи летают, делают проекты за счет заказчика, и в Европу, ну, сейчас с пересадками, но тем не менее, в общем, да, когда заказчик... У меня вопрос на второй мой проект, да, что это будет за счет заказчика, если честно, даже не возникал. То есть, ну, да, я как тот-то альтруист пока готова это делать, ездить куда угодно. Ну, куда вас поселят, в гостиницу или на объекте спать? Я поселюсь сама, где я захочу. Ну, да, в общем, это все надо продумывать, это такие моменты, работать с другими городами интересно, можно найти кого-то себе в партнеры, опять же, среди наших учеников, да, можно делать просто с кем-то вдвоем проект, найти напарника, кто будет в том городе, где заказчик, и на нем, например, будет ответственность вот за выбор всяких картинок, фактур там и оттенков, а человек, который удален, будет больше там за техническую часть, за чертежи и контролировать вот эти моменты. Ну, то есть, это все решаемо, все это можно... Разбить партнера, получается, и поделить в договоре вот эти части. Конечно. Спасибо. Да, Ольга, спасибо, что присоединились, тогда вот... Ага, включаем. Так, и как раз в чате комментарий, может, с такими заказчиками лучше не связываться, не создавать себе проблемы. Ну, это... Дизайнеры же тоже, как бы, это знаете, с таким моментом мы сейчас углубляемся. Я просто люблю эту тему про типы личности. Есть сенсорики, то есть, люди, которые вот очень чувствительны к фактурам, к оттенкам. Есть интуиты, которые больше спокойно к этому относятся, ну, то есть, они, конечно, отличают так же цвета, они так же отличают фактуры, но им не так принципиально, что вот этот полуоттенок недостаточно темноват рядом вот с этой фактурой, они более спокойны. И тут просто дизайнеру и заказчику надо совпасть. Если заказчик вот такой вот педантичный, ему это все так важно, ему, конечно, дизайнер должен быть как минимум такой же, потому что иначе заказчик будет считать, что его работа халтура. Так что тут надо совпасть, но это тоже как бы никакая не страшилка, ничего такого в этом нет. Это нормально, все решается на первой же встрече при первом общении. Либо совпали, либо не совпали, либо вы понимаете, что на одной волне, либо нет. Как понять, какого типа заказчиков? Нет, это отдельная наука. Годами, годами я изучаю и еще не достигла просветления в этом, но это правда, это отдельная наука, это психотипы. Вот. Поэтому сильно об этом можно не заморачиваться, не забивать себе голову. Я говорю, вы либо совпали сразу, либо вам комфортно вместе работать, либо вам некомфортно, либо есть доверие, либо нет доверия. Вот. Я думаю, что на этой ноте мы можем заканчивать. Да, только интуиция здесь. На этой ноте можно заканчивать. Ольга, огромное спасибо за то, что поделились своим опытом так честно, открыто рассказали про все подводные камни, все, с чем столкнулись в процессе работы с этим проектом. Было познавательно. Всем спасибо, что были с нами в этот вечер. Если какие-то вдруг вопросы потом у вас появятся, пишите в Телеграм-канале, пишите либо в наши запрещенные сети. В общем, с нами можно найти связь. Пишите, ответим. Ну и такие встречи у нас периодически проходят, так что будем ждать, будем рады. Ссылка на заявку я вижу у нас в чате. Есть, кто решит присоединиться, будем рады видеть. Присоединяйтесь, у нас очень, очень душевно. Очень интересно. Это точно. Ну что, спасибо огромное. Всем хорошего вечера. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok